17 тысяч автономных пожарных извещателей установлено в квартирах и домах Татарстана за два года. Как президент республики Рустам Мениханов принял это решение. В первую очередь, извещатели сотрудники МЧС устанавливают бесплатно тем людям, которые нуждаются в особой заботе. Это инвалиды и многодетные семьи. Сегодня применение извещателей – один из эффективных способов защиты. При задымлении он начинает издавать громкий сигнал, способный разбудить даже спящего человека. 249 извещателей установлено в домах и квартирах Заинского района. Почти 100 из них установлены только за последний год. Только на установке извещателей миссия сотрудников МЧС не заканчивается. Рейды по проверке извещателей проводятся регулярно. В ноябре и декабре прошлого года был произведен обход по семьям, в которых ранее были установлены автоматические пожарные извещатели. В ходе данного обхода были установлены семьи, у которых необходима замена элементов питания. По поручению главы Заинского муниципального района было принято решение о выделении финансовых средств для приобретения и замены элементов питания типа крона. В одной из квартир во время рейда дома оказался лишь ребенок. Здесь сотрудники МЧС – гости частые. И на этот раз вновь проверили электропроводку. Там видно, что она уже в эту розетку лить оплавлена. То, что и есть изолента. Отопление в доме печное и столь же опасное, как и электропроводка. Печь имеет трещины, через которые, скорее всего, проходит дым, а также горючий материал лежит рядышком. То есть, если вот отсюда полетит искорка, тут и бумага, и газеты, и дрова. Инспекторы проверили извещатели, заменили батарейки и установили еще один в соседней комнате. Попутно проинструктировали Сашу правилам пожарной безопасности. А если запищит и будет дым, то нужно спасать свою жизнь в первую очередь. Кстати, средства на замену батареек в извещателях были выделены по решению главы района. Во всех семьях батарейки заменены. Заменили их и в доме Саши. Со старой треснувшей печкой и висящими на стенах проводами. Не дай бог, но от них может зависеть жизнь этой многодетной семьи. Продолжение следует...